В своем выступлении на расширенном заседании Совета правления и актива Союза торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Владислав Пинаев прежде всего остановился на результатах участия муниципалитета в реализации национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации. Палата объединяет порядка двух сотен предприятий и индивидуальных предпринимателей. Информация о состоянии дел в городе из первых уст предоставляет возможность вернее оценить ситуацию, принимать более взвешенные решения. Сегодня очень важно было донести ту мысль о решениях президента Российской Федерации, рассказать о реализации национальных проектов и внедрении тех решений в нашем городе. Вот то, что сделано, то, что сегодня предстоит сделать. Но самое главное – донести мысль, что сегодня мы развиваемся, мы не стагнированы, мы не стоим и вне зависимости от того, кто бы что ни говорил, сегодня город развивается, сегодня развивается и область, и развивается страна. Глава города общается с руководством и членами торгово-промышленной палаты на регулярной основе. По его словам, одна из целей очередной встречи – дополнительно мотивировать бизнес-сообщество к участию в выборах 15, 16 и 17 марта. Впрочем, судя по реакции аудитории, напоминать о значимости данного события излишне. В частности, это подтвердил председатель Совета палаты, исполнительный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин. Глава города у нас известил о том, что какие проекты национальные у нас идут. Я вот так слушал, мы его где-то минут 30, и он не все даже еще перечислил. То есть за последние там 5 лет город наш преобразился, но мы все это видим. Город наш стал привлекательный, и я думаю, что еще будет гораздо лучше. Также на расширенном заседании обсудили планы организации семейного форума и фестиваля «Место силы Тагил Купеческий». Были вручены грамоты отличившимся и удостоверения новым членам торгово-промышленной палаты. Свою книгу о первых днях специальной военной операции представил автор Артур Салахов.